ребятки всем привет сегодня свое видео я начинаю с обеда показываем обед мы доедаем по тарелочке супа все это последний куриный с лапшой дальше можно будет варить гороховый суп наконец это хочу горохового супа вот и чебуреки на канале вышел рецепт ребята чебуреки очень вкусные готовится насколько я не люблю возиться с тестом и не обладаю там супер какими-то навыками да по тесту то чебуреки у меня получается всегда классный ой аккумулятор разряжается телефона и капуста квашеная вот такой у нас обед и альмуша шо ты там чухаешься жучка ты чего вкусненький обед да ребятки что я делал меня на самом деле время начала восьмого вечера вот ничего не снимать меня не снимается некогда снимать все как-то работа 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 приехали на квартиру все все поменялось ног на на голову головы на ноги и как-то класса подожди подожди короче занимает место в морозилке я достала ребята это я покупала для запекания знаете что это это вот у меня все все время ругают ух нифига си ты собачкам желудки покупаешь мы там себе спинки куриные берем и так далее пожалуйста юля тоже кушает куриные спинки оси было одно вот так вот часть это но это не обычные куриные спинки они чуть дороже это спинки куриные курки домашние называется вот очень мне нравится я люблю грызть кости вот мясо мясом косточки погрызть хочется у меня в семье такое принципе никто никто не ест в общем я готовлю для себя ли она может какую-то взять одну немножечко там что-то поклевать вот я их разморозил они еще прям такие ледяные ледяные добавляю в них соль я прям не буду ждать сейчас замариную буквально минут 15 они постоят и буду их отправлять в духовку количество большое когда я немножко готовлю то я предпочитаю вообще знаете как их готовить обжарить на сковороде потом туда долить водичку и они тушатся получается обалденно вот но сегодня количество большое хотя можно узнать а может не все готовить может чисто на одну сковородку а остальное что назад в морозилку пока я не посолила взять допустим вот так вот а вот это вот на слушайте это иди мне на сковородке нравится больше всего чем хотя запекать наверное полезнее вот вот теперь вопрос быть или не быть все готовить или не все готовить ребята на сковородке они более знаете такие обжарено пропаренные обжарено тушеные получаются в духовке блин давайте в духовке все не сбивайте меня с толку добавляем соль там в морозилке места нет ягоды и фрукты и овощи морковки все что хочешь так вот так чуть-чуть соли остатки роскоши я ее сюда все и коробочку как раз помою уже остатки роскоши не буду я больше помните у меня такой штучка с а я вам сейчас вот такой штучка я вам сейчас покажу ой многие писали юра ты покупала там восхищались вот классная штука и так далее вот такая вот штучка и в ней вставлены такие штучки видите контейнеры здесь я держу специи но он уже все такое грязное вот тут вот видите там посыпалось тут посыпалось оно все равно высыпается сквозь эти крышечки в общем надо заняться тут кое-что осталось вот это по моему красная паприка сейчас я посмотрю что здесь осталось я хочу замочить помыть это красная паприка да но не копченая кстати можно ее добавить вот я жду пока я все уже отсюда израсходую чтобы замочить помыть видите оно уже не прозрачный пластик он как-то потемнел от этих специй он все равно перенял цвет пожелтел мне уже не нравится это что такое это хмели-сунели а это ой а это молотый кориандр но он выдохся он вообще не пахнет абсолютно а у меня есть где-то свеженький молотый кориандр что его выкинуть ну короче пока в сторону отставлю хочу это все замочить помыть посмотрю если пластик отмоется буду пользоваться не отмоется то не хочу его вообще уберу куда-то может на дачу отвезу хотя и на даче будет стоять не знаю так это добавили это добавили а что еще то есть она черный перец вот у меня он тоже в этой коробочке я пересыпала его а во что вот если полос такую штучку это что-то мне прислали такие сладкие какие-то квадратики тут кубики были типа желейные не знаю и такая коробочка осталась можно наклейку убрать но я не стала этот сама рисковать от дерется на не отдерется и тут перчик и вот так я привыкла вот так вот именно посыпание отлично сыпется хоп и закрыла все а тут у меня перчик в этой баночке а еще вторая баночка была я сюда насыпала вот тоже вот такая среди ну классный вообще пластик такой толстый резиновая капроновая крышка это специя для рыбы вот такие баночки я не выбрасываю они вполне годятся под специи смотрите красивая это специя для рыбки красиво а что еще добавить давайте чеснок гранулированный немножко раз он перед глазами у меня все в принципе больше ничего не хочу ругать меня юля есть же специальные прищепки и так далее чтобы знаете что я хочу чуть-чуть ляпать майонеза сюда чтобы специи закрывать и так далее ребят и у меня тоже есть такие прищепки есть они но вы понимаете что я закрыла это буквально один-два раза дальше я их убираю в сторону и пользуюсь без них я привыкла все быстро я вас уверяю какие бы я красивые прищепки для специи не купила ну неделя максимум и в стороне они будут лежать я привыкла взять вот оно открыто насыпать и все не люблю я поэтому без толку мне это говорит юля юля неисправима в этом плане понимаете неисправима вот и чем еще лучше готовить такое в духовке потому что это продукт довольно таки жирный и и во первых мы не добавляем если жарить на сковородке буду я налью масло да чуть-чуть там например вот а в духовке абсолютно на сухой притвенечек я это выложу и плюс вытапливается лишний этот жир вот и получается классно можно вообще соорудить конструкцию кстати противень сверху решетка вот которая в духовке идет и на решетку выложить эту курицу тогда вообще лишний жир вот у нас уйдет в притвенечек можно так делать вполне так все ой ну холодная прям ледяное но ничего страшного только надо духовку прямо разогреть и разогреть горячую духовку запихнуть сейчас и притвенечек подготовлю и буду я грызть косточки все расскажу ой раскладываю на протвенечек поставила жуку кашу варить закончилась вот так вот никакого масла ничего не лью сюда он будет для запекания не уменьшится в размере и вот уже свободно сейчас можно включить камеру мне так все курица запекается ребята а я ставлю смотрите у меня есть куплены три крылышка куриные копченые я буду ставить варить в бульон это у меня будет гороховый суп курица уже закипает это жуку кашу кашу варю морковки смотрите прям так много мне морковки в этом году много я не жалею добавляю ему то кабачок то морковку надо тыкву сдачи я прошлый раз была на даче забыла взять тыкву ребята надо забрать в гараже лежит испортится там же холодно уже привести тыкву и добавлять в кашу надо она большая надо ее разрезать разделить на части и в морозилку наверное чтоб она хранилась и понемножку добавлять ему тыкву я крупу еще не добавляла сейчас хорошенько закипит и буду добавлять ячневую кашу так ребята хочу себе знаете что попробовать приготовить ой кто как называет венские вафли потом еще какие-то вафли короче вафли у меня съесть вот это вот мульти кто она вафельница чаяк его бутербродница электрическая вот хочу приготовить эти вафли никогда не готовила короче глянула сейчас на ютубе рецепты слушать и там по всем рецептов идет 200 грамм либо 180 грамм сливочного масла да нифига себе а ничего не треснет ничего не лопнет но у меня это последнее масло все что есть я не знаю туда и на грамм грамм 50 ну а что делать и везде главное не растительное сливочное добавляю растопить немножко но должно быть его растоплено вот и знаете сегодня будет рецепт эксперименту или как обычно все буду делать на глаз ну и на какие 200 грамм нифига себе на 100 миллилитров молока идет три яйца по моему и 200 грамм сливочного масла 100 гривен пачка стоит ничего себе короче будет как есть я сделаю на два яйца на глазочек молока я его чуть-чуть довела до комнатной температуры вот сахара тоже будет на глазок так нас а боже приехала ссылок из прыгает по столам не хочет там и дамы прыгать вот можно венчиком но я вон миксер у меня есть такой маленький вот я им так сюда я добавлю где у меня ванильный сахар на даче есть разрыхлитель вон я нашла нужен а ванильного есть блин на даче лежит открытая пачка сахарная пудра есть открытого нет ванильного сахара блин значит буду открывать эту пальчику а ну сейчас свои коробочка посмотрю ой сильно кипит у меня бульончик на суп гороховый есть все в коробочке есть ребята все смотрите вот там весел ушел нормально еще одна коробочка освободилась тогда это не надо не буду пока открывать так сахар 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 на глаз сколько сахара надо мне уже бы не сладенькие получились раз ложка два ложка у меня до сладкие давайте наверное это сделаем три ложки вот так вот так теперь я все это взбиваю он слабенький это вся мощность венчинный мак так а что там мое масло посмотрим о растопилось а что там 200 грамм в чем прикол я не знаю я думала это типа тесто тесто как на оладьи я вообще думала они на кефире делаются нифига на молоке так взбила так долгенько яйца забыла соль надо щепотку соли обязательно добавить для баланса вкуса еще дальше вливать масло теперь масло перемешаем так и теперь молоко перемешаем смотрите я луку просеивать не буду не хочу по чуть-чуть буду добавлять вот пока две ложки тесто должно получиться довольно таки густое так как густая густая сметана так сюда же разрыхлитель добавляю примерно пол чайной ложки еще чуть чуть вот и перемешиваю еще добавляю муки смело прям с горой и шоу и шоу и шоу что-то получится по-любому что там по рецепту так много масла идет я не знаю может быть добавить это самое чуть-чуть растительного масла чтобы и сливочное и растительное ничего нормально чуть-чуть вот так вот так что оно получается по густоте по-моему должно быть еще гуще сейчас я попробую ложкой посмотрю не не оно должно быть гуще гораздо еще добавляю столовую ложку еще добавляю столовую ложку они должны быть густые такие надо жуковскую кашу перемешать меня выручает вот эта вот конфорка которая она у меня полу сдохшая она у меня еле-еле но зато кашу на ней варишь никогда не пригорает на самом минимальном огне и она типа томится разваривается вот такая вот кашка получается жуковскому все еще минут десять пусть постоит вот так вот оно медленно-медленно и абсолютно не пригорает это очень хорошо под крышкой почти готово и в итоге у меня вот такой густоты получилось тесто видите оно медленно вот так вот падает с ложки вот так должно получиться но вы подождите вы не готовьте по этому рецепту я сейчас попробую ну может у меня ничего не получится но я что уверена что получится так буду доставать свой этот агрегат электрический так вот он мой прекрасный вот такой вот я им попользовалась буквально раза два три и все и все лето у меня на даче пролежал он мне не очень нравится тем что у него плохая защелка застежка она слетает если что-то большое объемное положить так формы я эти еще ни разу не использовала поэтому я их помыла с моющим средством вот так как вставляется дай бог памяти так тут шесть ага вот так все держится иначе держится так и вторая вот так альма не трогай ласу я сказала не трогай все держится смотрите лас рычит так короткий шнур очень короткий еще и с этой стороны поэтому так вот я поставлю я тут протянула удлинитель чтоб доставало оно вот я его включаю и как мне зрители сказали что я неправильно этой штукой пользуюсь надо сначала дождаться пока загорится вместо красной за границей сейчас горит красная не знаю видно или нет о зеленая не должна типа зеленая потухнуть вот так вот то есть не на холодную поверхность и как раз оно просохнет потому что здесь вода а подождите а маслом смазать слушайте это неправильно а ну подождите я сейчас отключу потому что одна блогерша сказала что при первом использовании то есть при первых вафельках которые мы накладываем нужно смазать немного маслом а оно у меня мокрое я плохо вытерла сейчас растительное боже и в тесте масло и сюда масло нифига себе так кисточку надо сейчас я найду кисточку ой вот она сейчас буквально по капельке надо по капелюшечки и помазюкать вот так вот и верхние что же наверное помазюкать альма шо ты там где я балкон открыла она пошла туда хозяйничать о тут много масла блин и не мажь бумажных полотенец вот так бы раз они нужны на кухне все равно так что то промокнуть еще что то ну ладно пусть уже будет так все а дальше я уже не буду смазать и шо закрываю что оно там мешает как будто что то включаю и типа дожидаюсь пока погаснет зеленая лампочка вот жду так ложка наготове тесто наготове у меня накладывать примерно по одной столовой ложкой но я буду наверное по полторы смотрим впервые делаю не знаю что получится ребят что то получится все потухло потухло открываю ух ты и накладываю ну вот это не две столовых ложки как минимум надо распределить его как-то че оно само растечется я не знаю можно так вот на серединку а там оно уже разы разойдется наверно быстренько и вторую не знаю надо распределять или оно само давайте попробуем закрываю все и жду пока лампочка загорится теперь зеленая правильно а тем временем у меня уже курица запеклась которую я ставила прямо так слушайте поджарилась поджарилась вот сейчас остынет я ее переложу куда то боже я люблю вот это грызть такое особенно вот это вот прижарилась оно хрустященькое ах ммм вкусненько классно я аж балкон открыла у меня тут жарко так ну жду а хочется заглянуть посмотреть ну пока ждем так посмотрим не знаю я раньше по-другому пользовалась наоборот совершенно тону видите а мне написали что надо дождаться а потом потухнет я поняла нифига ребята сколько бы в ней не писали оно о вот сейчас заработало оно работает именно когда зеленое горит понимаете в чем прикол не когда она тухнет а вот сейчас она начала готовить так что я не знаю что там у вас что вы мне пишите что я неправильно до этого у меня все было хорошо испортила наверное первые вафли вот сейчас оно слышится что шипит зеленый у меня обозначает что она работает а когда она тухнет то оно наоборот остывает он ведь и пар пошел она порует поэтому у меня так теперь они готовятся так она потухла смотрим были фигня я козь загость фигня они не доготовились если выключить и включить суп она зеленая загорелась а нифига не загорается блин а можете сильно много накладываю странно короче я немножко добавила молока в тесто мне кажется что густовато чуть-чуть долила прям ложечка размешиваю пробуем так потому что и растеклось она там плохо меня захотят скажешь делаешь так а ну смотрим ладно я на эти уже достаю уже как как есть 6 таки оладушки бы пожарила да и все нашу вот это вот жила как-то без этих венских вафель нужны они мне сколько накладывать непонятно чеки узнают ладно закрываем пишется ковришка какая-то но они горячие мало зажаренные какие-то и формы вообще не вообще не квадратная где здесь квадрат тут она плохо растеклось короче суть том что она слабенько работает ребята уже по два раза лампочка то горела то потухла потом снова горела снова потухла черт и сколько времени жду заглядываю она вообще короче она еле пашет что-то я хочу одну попробовать хоть такое и косине тесто и тесто чертишу шахара мало не знаю обычные панкейки или оладьи гораздо вкуснее чем это есть можно такое короче ребята засекла время долгая история засекла время одни ватты выпекаются минут 15 очень долго мне кажется на сковородке все это дело быстрее так последнее тесто я уже устала ждать так долго это просто кошмар очень долго так мне наверно 2 не хватит вот эти виде квадратные получились потому что я начала вот так вот растягивать растягивать тесто по бокам так тут не хватит короче игра какая-то жарить оладьи на сковороде да и все так тут половинка наверное венской вафли получится а чего не венские тут будет половиночка и 15 не ждать представляете что такое может она у меня сломалась я ничего не пойму такие получаются но эти хоть покрасивее да хоть квадратные так все ребята я отключаю я задолбалась ждать вышел блин это наверное первый и последний раз настолько что они у меня такие может быть не очень получились но по времени извините меня полтора часа я тут стою и жду пока они испекутся это конечно уму непостижимо шутся таки представьте раз два три 4 5 6 7 8 ну и посчитайте 8 раз по 15 минут а еще плюс тесто готовил то почти два часа провозилась все пусть остывает не хочу больше садимся ужинать ужин у нас сегодня такой простяцкий доедаем капусту квашеную есть чебуречки которые я готовила учебники очень вкусные вот я погрызу чуть-чуть косточек запеченных вот и есть вот эти вот вафли вон коробка кстати стоит потом все у нас сложить и вот эти вот венские вафли не такие они мягенькие в принципе да муж такое не ест вот ну а лена с чаем попьет все на этом все увидимся завтра пока пока